Сегодня в новостях новая операционная система Xiaomi, автономный смартфон BlackVue, ZTE Nubia V18 и разработка компании Samsung. Всем привет, я Макс и сегодня у нас последние новости на этой неделе за 23 марта. Компания Xiaomi сообщили, кто получит свежую прошивку MIUI 9.5. Новая версия прошивки будет доступна для скачивания для более чем 30 смартфонов компании Xiaomi. Это обновление будет касаться как уже устаревших Redmi 3 и Redmi Note 2, так и конечно новых устройств, это линейки Redmi 5 и Mi 6 и других смартфонов. Полный список можете посмотреть на экране. Обновляться все данные смартфоны будут начиная с сегодняшнего дня до конца апреля. Обновление можно будет скачать через центр обновлений. В него будет входить большое количество исправлений и незначительные нововведения. Например, новые рингтоны, быстрые ответы на сообщения и другие мелкие изменения. Новый автономный смартфон BlackVue P10 Pro. Главная фишка смартфона это его крупный аккумулятор на 11000 мА. Компания заявляет, что смартфон продержится в режиме ожидания до 50 суток, то есть почти 2 месяца. По характеристикам смартфон оборудован процессором Mediatek Helio P23 среднего класса, дисплеем 6 дюймов, а также оборудован USB Type-C и быстрой зарядкой, который заряжает полностью смартфон за 2,5 часа. Когда выйдет смартфон и его стоимость пока что неизвестна. ZTE Nubia V18. Это смартфон стильный и с емким аккумулятором. Данный смартфон только недавно анонсировали в Китае. Из особенностей смартфона могу отметить емкий аккумулятор для среднего сегмента на 4000 мА, а также на боковой грани имеется отдельная кнопка для отключения звука, как это сделано в iPhone или OnePlus 5. По остальным характеристикам это обычный средний смартфон с одним модулем камеры на 13 мегапикселей, дисплеем 6 дюймов и работает на Android 7.1. Его стоимость составляет 200 долларов или около 15 тысяч рублей. И он уже доступен для предзаказа. В Южной Корее Samsung установили гигантскую светодиодную рекламную вывеску. На днях компания Samsung сообщили об окончании монтажных работ самой крупной загнутой светодиодной вывески на здании. Ее площадь составила 1620 квадратных метров. Количество светодиодных модулей составило 31 тысяча. Расстояние между пикселями 10 миллиметров, то есть 1 сантиметр. Ранее эта цифра равнялась 2 сантиметрам, либо 1,6. Ну и напоследок перейдем к вашим вопросам. Чем отличается Huawei P Smart от Honor 9 Lite? Huawei 9 Lite имеет лучше фронтальную камеру, а также имеет стеклянный корпус, в отличие от Huawei P Smart, в котором металлический корпус. Это их единственные отличия. Следующий вопрос от Никиты. Расскажи про оболочку Meizu и Honor. И какая из них лучше? В общем, данные фирмы схожи касательно прошивок. И какая из них хуже, либо лучше назвать нельзя. Они обе не сильно напичканы всякими ненужностями. Но что я могу подметить? Meizu, в отличие от Huawei, всегда проигрывает в одном. Это версия Android. И если сравнивать новый Huawei, то он выходит на Android 8. Тогда как компания Meizu выпускает смартфоны на Android 7. Следующий вопрос, что лучше Xiaomi Mi A1, либо Samsung A5 2017 года? Ну здесь смотря, что для вас важно. В Xiaomi A5 чуть лучше производительность в играх, а также более свежая прошивка. И будет обновляться в будущем. Ну и побольше экран. А если вам нужен более компактный смартфон с дорогим внешним видом и чуть лучшей автономностью, то лучше выбрать Samsung Galaxy A5 2017 года. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Если понравились новости, подписывайтесь на канал и нажимайте лайк. Ну а если хотите также, чтобы я ответил на ваши вопросы в следующих новостях, задавайте их в комментариях под видео. Удачи всем и пока.